Николай Васильевич Гоголь Сборник «Петербургские повести» Краткое содержание Перед прослушиванием подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски и поставьте лайк. Приятного прослушивания! Сборник «Петербургские повести» Николая Васильевича Гоголя представляет собой цикл из пяти повестей, объединенных общим местом действия, Петербургом. Во всех произведениях автор поднимает тему «маленького человека, убогого, нищего, отверженного обществом». Краткое содержание Невский проспект Двое приятелей, поручик Пирогов и художник Пискарев, отправились на прогулку по Невскому проспекту, чтобы невинно пофлиртовать с девушками. Пирогову понравилась очаровательная блондинка, и он, уверенный, что нет красоты, могшей бы ему противиться, отправился за ней попытать счастье. Ранимого и чувствительного Пискарева зацепила утонченная красота брюнетки в дорогом плаще. Он был уверен, что незнакомка, знатная дама, но на деле та оказалась проституткой. Девушка была чудо как хороша, она была свежа, ей было только семнадцать лет, видно было, что еще недавно настигнул ее ужасный разврат, Пискарев был глубоко разочарован. Вернувшись домой, художник не переставал думать о красавице. Ему было больно осознавать, что такая неземная, чистая красота могла оказаться во власти разврата. Когда Пискарев уснул, ему привиделось, будто брюнетка на самом деле была не проституткой, а знатной дамой с таинственным прошлым. Этот сон оказался так прекрасен и так отвратительна действительность, что Пискарев решил как можно больше спать, чтобы в сновидениях наслаждаться обществом прекрасной девушки. Отныне он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. Чтобы справиться с нервным расстройством и бессонницей, художник стал принимать вопиум. Благодаря наркотику сны с участием брюнетки стали еще более яркими и красочными. Когда Пискарев увидел сон, в котором незнакомка предстала в образе его жены, он отправился в тот самый дом и сделал ей предложение. Художник хотел совершить благородный поступок, подарить падшей женщине честную жизнь и одновременно вернуть миру прекраснейшие его украшения, однако девушка решительно отказала ему. Она не собиралась выходить замуж за бедняка, чтобы тяжело работать и прозябать в нищете. В страшном отчаянии Пискарев вернулся домой, где покончил жизнь самоубийством, перерезав себе горло бритвой. Тело его было обнаружено только через неделю. Над могилой художника плакал один только солдат-сторож, и то потому, что выпил лишний штоф водки. Тем временем Пирогов, отправившийся за блондинкой, узнал, что она была немкой, женой немца-жестянщика Шиллера. На следующий день поручик заказал у Шиллера шпоры и принялся регулярно наведываться в мастерскую, заигрывая по возможности с его белокурой супругой. Жена Шиллера при всей миловидности своей была очень глупа и не поняла намеков Пирогова. Тогда он, улучив момент, стал распускать руки. За этим занятием его застал пьяный Шиллер с двумя своими приятелями и изрядно поколотил любвеобильного поручика. Пирогов хотел было жестоко отомстить обидчику, но уже к вечеру того дня отошел и совершенно позабыл об этом досадном происшествии. НОС Однажды утром цирюльник Иван Яковлевич обнаружил за завтраком в хлебе чей-то НОС и очень испугался. НОС был ни чей другой, как калежского осесара Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье. Желая поскорее избавиться от страшной находки, он поспешил к набережной, не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву. Швырнув в реку тряпку с носом, цирюльник облегченно вздохнул. Вскоре возле него появился квартальный надзиратель и принялся строго допрашивать о случившемся. Что произошло вслед за этим допросом, решительно ничего не известно. Тем же утром майор Ковалев, глядя на себя в зеркало, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо НОСа совершенно гладкое место. Он решил заявить о пропаже НОСа и полетел прямо к оберполицмейстеру. Неожиданно Ковалев увидел свой НОС в богатом мундире высокопоставленного чиновника. Бедняга не знал, что и думать, его собственный НОС, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был в мундире. Ковалев потребовал у НОСа, чтобы тот вернулся на свое законное место, но тот сделал вид, что ничего не понял, и поспешил скрыться. К счастью, полицейский вовремя смог поймать НОС, который уже садился в дилежанс и хотел уехать в Ригу, и вернуть его Ковалеву. Вот только НОС еще долгое время не хотел прирастать к лицу, чем доставил своему владельцу массу хлопот. Между тем история с пропажей НОСа стремительно разошлась по Петербургу, были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам. Портрет В картинной лавке бедный художник Чертков за последние гроши приобрел поразивший его портрет, на котором был изображен старик с лицом бронзового цвета, с куластым, чахлым. Самой выразительной частью лица старика были темные, пронзительные глаза, которые, казалось, были живыми. Ночью Черткову привиделось, будто старик ожил и принялся пересчитывать свертки с золотыми монетами. Художнику удалось забрать один из свертков, и на эти деньги он решил заняться совершенствованием своего мастерства. Чертков приоделся, снял приличную квартиру и стал модным в городе портретистом. В погоне за славой и деньгами он растерял свой талант, поскольку писал портреты в угоду заказчику. Художник попытался было вернуть утраченные им способности, но кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер. Осознав свое ничтожество, Чертков люто возненавидел талантливых мастеров. Он скупал самые прекрасные картины, чтобы дома уничтожать их. От зависти и ненависти рассудок Черткова помутился, и он скоропостижно скончался от припадков бешенства. Впоследствии стало известно, что злосчастный портрет старика с пронзительными, живыми глазами написал художник-самоучка. Ему позировал жадный, злобный ростовщик, деньги которого вызывали в людях самые отвратительные порывы. После смерти ростовщика его душа поселилась в портрете, который сводил с ума всех владельцев. Записки сумасшедшего Дождливым осенним днем мелкий чиновник Аксентий Иванович Поприщин отправился, как обычно, в департамент. По дороге он встретил юную дочку директора департамента, которая пленила сердце скромного чиновника. Рядом с девушкой шла ее маленькая собачка Меджи. Неожиданно Поприщин понял, что слышит разговор Меджи и собачки Фидель, которые обсуждали последние новости. На следующий день дочь директора пришла навестить отца в департамент. При виде ее Поприщин потерял дар речи. Когда девушка случайно уронила платок, он, кинулся со всех ног, подскользнулся на проклятом паркете и чуть-чуть не расклеил носа. Чувство Поприщина к директорской дочке не осталось незамеченным, и начальник отделения отчитал его за дерзкие мечты, ведь ты ноль, более ничего. Но счастливый Поприщин не обращал никакого внимания на его слова, куда большей проблемой для него была его бедность, достатков нет, вот беда. Оказавшись в доме директора по делам службы, Поприщин попытался заговорить с Меджи, но та лишь поджала хвост, съежилась вдвое. Заметив изорванную в клочки бумагу, он решил, что это переписка Меджи и Фидель. Из нее влюбленный узнал, что директорскую дочку зовут Софи и она собиралась выйти замуж за камер юнкера Теплова, а над ним открыто смеялась. Любовные переживания настолько сильно истощили Поприщина, что он стал считать себя королем Испании. Он перестал вставать в присутствие директора, а на документах стал ставить подпись «Фердинанд 8». Когда же Поприщин проник в директорский дом и сильно испугал Софи своим поведением, его забрали в сумасшедший дом. Шинель Преклонных лет чиновник Акаки Акакиевич Башмачкин всю свою жизнь прослужил в департаменте на одной должности. Все считали, что он родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и слысиной на голове. В департаменте его никто не уважал, а начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Когда Башмачкин обнаружил, что его старая шинель совсем протерлась и не подлежала починке, он очень расстроился. Чтобы насобирать нужную сумму, он решил изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок, как можно реже отдавать прачке мыть белье. Спустя полгода всяческих лишений Башмачкин накопил деньги и пошил новую шинель. Вот только радовался долгожданной обновке чиновник совсем недолго, в тот же вечер его ограбили на улице. В полиции даже не попытались помочь несчастному чиновнику. Он обратился за помощью к генералу, но был с криком «Изгнан вон!». В расстроенных чувствах Башмачкин кинулся на улицу, где бушевала метель. На следующий день он весь распух и слег в постель, а вскоре скончался от горячки. Вскоре после смерти чиновника по Петербургу поползли слухи, будто его призрак бродил по городу и снимал с прохожих шинели. И что в итоге? Невский проспект Пискарев, получив отказ от брюнетки, совершает самоубийство, перерезав себе горло. Пирогов неудачно заигрывает с женой Шиллера, его избивают, после этого он быстро успокаивается и идет на званый вечер. Шиллер и Гоффман избивают Пирогова, увидев, как он целует ногу жене Шиллера. Но Платон Кузьмич Ковалев, после того, как к нему возвратился нос, становится улыбчивым и всегда пребывает в хорошем настроении. Иван Яковлевич, после необычного происшествия бреет Ковалева с большой осторожностью. Портрет Чертков Андрей Петрович постепенно впадает в безумие и умирает. Художник Б находит портрет ростовщика на аукционе, но упускает его, пока он рассказывал историю, картина пропала. Отец художника Б становится отшельником, создает прекрасную картину рождения Христа, просит сына уничтожить портрет ростовщика. Ростовщик умирает, поскольку художник отказался закончить его портрет. Записки сумасшедшего Аксентий Иванович Поприщин постепенно теряет рассудок, начинает считать себя испанским королем, в конце концов попадает в психиатрическую больницу, но ему кажется, что в Испанию. Шинель Акаки Акакаевич Башмачкин умирает от горячки, становится привидением. Петрович шьет новую шинель для Бомшачкина. Значительное лицо, после того, как призрак Бомшачкина отобрал у него шинель, ведет себя гораздо сдержаннее со своими подчиненными. Привидение чиновника, отобрав у значительного лица, шинель, успокаивается и больше не беспокоит город. Заключение В цикле «Петербургские повести» автор поднимает проблему «маленького человека», который неизбежно становится жертвой произвола властей или суровых жизненных обстоятельств. Оказавшись один на один со своим горем, такой человек не может рассчитывать на чью-либо помощь или простое участие, он обречен.